Вопрос недофинансирования футбольного клуба Акжаик обсудили в Уральске. Также на очередном заседании комиссии областного Маслихата подняли тему возможной передачи в доверительное управление областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по теннису. С подробностями Дана Керимбаева. В настоящее время проведен государственный конкурс на передачу теннисного центра в доверительное управление. Также определена компания-победитель. По словам руководителя областного управления физкультуры и спорта Камин и Синдиарова срок доверительного управления составит 5 лет. Одним из важнейших требований к частному партнёру является проведение ремонта здания за свой счёт на сумму 56 миллионов тенге. При ремонте никакой нагрузки на бюджет не будет. Кроме этого, партнёр должен будет формировать штатную численность предприятия и сохранить среднемесячную оплату труда и другие требования. В теннисном центре, который работает в 8 лет, занимается 184 ребёнка. Согласно плану, развитие частное предприятие должно увеличить эту цифру до 930 человек в течение пяти лет. Но часть депутатов выступила против передачи объекта. Мы собираемся выделить 881 миллион тенге на 5 лет. Но ведь есть и доход в размере 213 миллионов тенге. Получается 1 миллиард 100 миллионов тенге. А на ремонт он направит всего 56 миллионов. Неужели мы за такие деньги сами не сможем управлять комплексом? Почему вы взяли за привычку новый объект отдавать в частные руки? Чиновники от спорта аргументировали передачу центра в частные руки тем, что появится возможность привлекать тренеров международного класса. Сейчас зарплата наставников не может быть выше 200 тысяч тенге. При этом в частном управлении такого ограничения не будет. Вопрос о необходимости передачи центра в доверительное управление остался открытым. Также на комиссии был обсужден вопрос финансирования футбольного клуба «Акжаик», которое было сокращено. В результате клубу не хватает средств на ремонт здания. Этот вопрос также остался открытым, обсуждение которого будет продолжено на очередной встрече депутатов.